Дорогие друзья, с вами Валерий Бусиновский. Хочу выразить огромное спасибо, благодарность. Я всегда говорю спасибо, что у вас получается Михаилу Беляковскому. Ребят, вот посмотрите, просто я для новичков это больше рассказываю. Это не урок, здесь будут практические рекомендации, но просто как вот работать, да, в школе, в жанго. Человек пришел 29.06, грубо говоря, последний день июня, 18-го года. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, подождите, июль, август, сентябрь, 29-го, июль, август, подождите, июль, август, сентябрь, 3 месяца. Через 3 месяца, вот его домашнее задание уже, да, то есть он разбирает money to money, отношения многие ко многим, джанго. Ну, скажу честно, это круто, это респект. Я, ребят, вот что сделал, потому что хочу обратить ваше внимание на многие вещи. Я не делал проект джанго, я просто его код, который он сбросил, и вам сброшу. Я его перегрузил в среду, просто хочу разобрать некоторые вещи, указать. То есть на сегодняшний день, через 3 месяца, человек разбирается с money to money. Я еще заинтересовался, посмотрел в группе, да, то есть как человек работает. Итак, мы говорим вообще про школу спб-теретут.ру. Я уже оговариваюсь, но, возможно, скоро вы увидите новый сайт, ребят, но не могу добраться пока. Времени нету, да. Но, ведь уроки понятные и классные, и мне нравится, когда ребята учатся. Вопрос, как подходить к материалу. Тот, кто подходит и делает домашние задания, не только урок, а делает именно домашние задания. И вот посмотрите, ведь я же не говорил про что делать. Я говорил сделать домашнее задание. Давайте сначала прочитаем, да, дайте закончу мысль. Вот, смотрите, сколько строк кода, то есть человек сделал домашнее задание. Подставил свои варианты, там, про учеников, учителей, школу. Вот это и есть выполнение. Одни ребята просто пробежали по урокам, пошли дальше и ничего не поняли. И сейчас я хочу прочитать сначала сообщение, чтобы особенно новички, ребят, до вас дошло. Смотрите, как только вы пробежали, побежали дальше и подумали, оставлю на потом. Всё, ребят, это загублено. Знаете почему? Потому что потихонечку вы приобретаете стиль недоделывания. И получается, по сути дела, вы прозанимались, допустим, полгода, но при этом постоянно что-то недоделывали. И результат, я на сегодняшний день могу сказать точно. Результат будет такой. По примеру, писать могу, сам писать не могу. Сосредоточиться не могу. Почему? Ребят, это именно вот это вот ваше отношение. Не надо воспринимать себя плохо, хорошо. Просто, ребята, понаблюдайте за собой. Ни в коем случае нельзя брать стиль. Я понимаю, что в школе там 14 видеоуроков, 14 суток, да, уже, может, 15. Я уже не считаю давно. Но, ведь, смотрите, в чём смысл джанга, да? Во-первых, когда вы будете вот на этом сайте, здесь я вверху специально разместил, как правильно изучать джанга, и спросите у ребят, на самом деле, школа, если спросить, то другие методики не работают. Вот почитаете, вы сами вникнете, да? Других методик нет. Уже за эти годы, с 2013 года работает школа, уже я пробовал разные методы. Работает только вот этот метод. Реально, я вижу результаты. Теперь, давайте читать. Доброго всем дня. Проработал данный курс и понял, что он очень обширный, и так его наскоком не возьмёшь. Это про мани по тумане. Хотел бы вас, Валерий, попросить, может, стоит задуматься, написать полноценный курс по выборке фильтрации запросов. Кстати, уже будет сделано точно, только я расскажу, немножко посложнее будет. Так сказать, более детального, широкого понимания. Работа с базами данных очень важна. Что я для себя вынес? Про фильтрацию всех отношений один к одному, многие ко многим, многие от главной модели делаются запросы. Поле главной модели, поле связанной модели. Ну, новички это не поймут, я понимаю, но это не так важно. Будете работать, поймёте. При обратной связи, название главной модели и так далее, и так далее. При выборке get order by обрабатывать, конечно, до вшел, вот тут я торможу. Не важно, что вы не поняли, это не урок. Первое, смотрите, ребят, курс я напишу, конечно, почему. Сейчас я продолжу, потому что я себе уже создал папку, и уже я постоянно собираюсь, и по джангу собирал, создать курсы. Да, вот она, и буду создавать, но немножко, ну, давайте сейчас я расскажу. Так, здесь нету. У джанга есть, я, когда, если буду делать курс, то буду делать курс обширней. У джанга есть такая вещь. Сейчас, я просто, чтобы вы поняли мою идею, да. А будем говорить о Михаиле Беляковском, вот просто его подход мне понравился, как с Асачева подход, который пишет на двух языках, Беляковский, Дмитрий Нак. Тут, ну, много ребят таких серьёзных. Я смотрю, подобрались такие какие-то зубры. Я в их время так не писал, скажу честно. Какие-то зубры. Так вот, ребята, все мы знаем, что у джанга есть такая библиотека джанга-контрип-контент-тайпс, да, то есть типы контента. Всё, я это закрываю, потому что это сейчас не так важно. А потом поговорим про money to money. Так вот, ребят, в чём смысл и силы этой вещи вообще? Это мощно. И вот этот курс я готовлю для джанга-2. Так, не то я открываю. Немножко даже где-то волнуюсь, хотя, чё волноваться, не знаю. Значит. Так. Так вот. Что-то я нащёлкал, нащёлкал. Что такое типы контента? Это я, ребят, школу просто пока настрою. Типы контента. Типы контента – это фреймворк, который входит в сам фреймворк джанга. Фреймворк – это заготовки, это для новичков объясняю. У нас есть модель. Раз, два, там модель, два, модель три, да. И вот смотрите. Типы контента, что он делает? Он… А вот это всё у нас жёлтое, это проект. Типы контента, он берёт настройки всех моделей и хранит себе. Нам становится понятно, когда одно приложение в себе хранит все настройки моделей, понятно, что можно легко обмениваться данными и перепутывать модели, как хотите. Так вот, почему я говорю вот money to money и вот фаренкей, выборки – более сложные вещи? Я буду показывать именно с типами контента. Почему? Потому что тогда можно… Это вот, допустим, где я это уже использовал? Когда показывал, как писать социальную сеть на джанга, например, да, то есть курсы. Где мы, допустим, делали такие вещи, как лайки, как контакты и так далее, и так далее. То есть вот при помощи, просто чтобы вы представляли, при помощи таких вещей, как типы контента, и уже можно использовать абсолютно любые поля, и делаются абсолютно сложные вещи. Любые вещи, которые только возможно сделать в джанга. А теперь рассмотрим некоторые вещи. Домашнее задание Михаила Беляковского. Я, ребята, так как в почте оно маленькое, да, то есть шрифт маленький, я просто скопировал. Но я… это не джанга приложение. Поэтому здесь вот выдает красным, это нормально. Я всё вставил в один файл, чтобы просто было больше. И хочу поговорить о подходе, да. Смотрите. Во-первых, очень грамотно подошёл. Благодаря таким участникам, как Сергея Сачи, да, который, в принципе, и начал писать на двух языках, и вот его подход мне очень понравился. Извините, что я вот так прыгаю, но, в принципе, моя цель информационная. Всем привет. Пять месяцев назад я Убунт установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе всё происходит покруче, побыстрее. Каждый по совету скинулся, всё дело сделано. Программа обучения мне очень нравится. Всё круто. Бери и делай в удобное время. Был неудумение, как начать учить два языка. Но как-то взял и начал. И так далее, и так далее. Сегодня я смотрю тот же Сачи. Вот они обсуждали это. Мы сейчас посмотрим, да. То есть, тут все ребята уже набросились. Но пока результаты не нашли, решили передохнуть. Я стараюсь как-то в эти вещи не вмешиваться. По одной простой причине наш человек получил результат. Но они тут уже и крутили, и мутили. То есть, у них в среде у Сергея работает, на сервере нет. Там работа сервера. Обсуждали, то есть, молодцы. Так вот, смотрите. Во-первых, он подошёл к той же теме «Money to money» очень серьёзно. То есть, он написал полноценные модели. При этом у этих моделей была своя идея, своя мысль. То есть, не нацепись, а для себя. И вот хорошая пошла вещь Сергея Осадчева, когда всё-таки я сам не очень любил комментировать, но просто уже и просил, и говорил, и вижу, что ребята уже это подцепили нормально. И действительно, вот он пишет. Это очень правильно. Вербоза name категория. Так будет называться таблица в админке единственное число. Так будет называться таблица в админке множество число. Это очень правильно. Ребята, на первом этапе не стесняйтесь комментировать. По крайней мере, допустим, в своё время я как делал потом? Я создавал себе маркдаун документы, туда всё это складывал. Далее, смотрим, да, то есть, я то понимаю, что я вот по этому заданию вижу, что человек разобрался. Дальше смотрим, там ранг, модель Чарфилд, бла-бла-бла, пошёл код, и дальше пишем, модель Чарфилд, малое тектовое поле со следующими характеристиками. Макс Лег, обязательный параметр. Ну, для новичков поясняю, возможно, Михаил сохранил в голове, то есть, количество символов там, сколько можно. Да, мы указываем 100, 200, уникует, да, означает, что поле уникальное, то есть, категория будет единственной. Вот, то есть, смотрите, он разъясняет так, чтобы ему было понятно. Это очень важно. Help Text, да, подсказывает пользователю, что нужно завести в поле. Default, по умолчанию. Default, кстати, рассмотрен очень хорошо. Default, я недавно очень широко его рассмотрел. И Default, это настройки Django 2, да, вот в этом курсе тут и по полям, и по всему. При этом я заметил, когда я начал рекомендовать, что, ребята, вот есть настройки полей, разберитесь, тоже в курсе Django 2, от него очень серьезно. Их там не так много. Раз, разобрались, и все, этот отпал вопрос. Как только вы начинаете эти вещи мелочные опускать, а от этих мелочных вещей, в принципе, и зависит понимание. Линия понимания начинает теряться. И тогда получается, что вы не можете уловить смысл. Посему, ребята, ничего не оставляем. У меня много задумок, как немножко уже перестроить школу. Ну, ладно. Дальше. Name, rank, там, blank true, и означает, что поле может заполняться, не заполняться, и оно сохранится корректно. То есть, грубо говоря, можно не заполнять. CTS, else name, и так далее, и так далее. Дальше. Он создал класс адрес модельс, да. И вот, смотрите. И здесь он помечает. То есть, когда он добавил поле email field, он для себя пояснил. Действительно, email field для корректного внесения адреса проверяет наличие собаки. Все верно. И URL field, поле для наличия URL. По сути дела, адрес, да. И здесь вполне читаемо. То есть, давайте посмотрим грамотно, да. Составил стрит, название таблицы, регион, email, интернет. То есть, по крайней мере, введите улицы, введите микрорайон, почта школы. Все сходится, да, ребят, правда, в голове. То есть, легко читаем мы абсолютно любому программисту. Дальше. Тэтчер, да. То есть, грубо говоря, сразу понятно, что идет речь о преподавателях. Дальше я смотрю, он уже применил выборку полей. Это как раз то, над чем боролись. По-моему, Серега Осачий. Там у него свое с блогом, да. И вот тут, Миш, я хочу дать рекомендацию. Я специально залез. Вот смотрите, ребят, джанго школы. Ребята, привыкните ставить после последнего элемента запятую. Во-первых, это кортеж. Здесь она нужна, да. Кортеж и вот, да, здесь. Но привыкните ставить запятую после любого элемента. Вы мне скажете, что функции, допустим, там в том же списке, там мы пишем 1, 2, 3. После последнего элемента не обязательно. Ну да, не обязательно. Ребят, ну привычка хорошая. Например, обязательно только в кортеже ставить запятую. Это верно. В списках, в функциях не обязательно. Но это сегодня вы начинаете. У вас должна вырабатываться привычка. Когда у вас после последнего элемента всегда запятая, эта привычка у вас укореняется. И вы смело пишите следующий элемент, не задумываясь, не генерируйте ошибки. Поэтому не важно, что список, функция, привыкните ставить после последнего элемента. Да, это в книгах не написано. Да, там написано, что надо ставить кортежи. Но поймите, в списке она, та же запятая, не вызовет ошибку. Но привычка, когда вы ставите после последнего элемента запятую, всегда вам выбрасывает это с головы. Вам не надо думать, нам запятая не надо. Вы просто надо пишите следующий элемент. Все. И никогда не запутаетесь. Теперь, частый вопрос новичков. Специально нашел. А это вот его домашнее задание. Специально нашел, ребят. Потому что вечно новички задают и где-то не могут собраться. Там вон какие обсуждения, зачем нужна запятая в кортеже или нет. Но, ребят, смотрите, все просто. Вот это надо просто набрать в командной строке. Хорошо. Мы не будем набирать. Смотрите, вот это у нас кортеж. А при свое значение 4, 5, 6. После цифры 6 видим запятую. Вводим тип данных. То есть, чтобы показать, что это за тип. Смотрите. Тип А. То есть, взяли переменную А. И командная строка выводит. Тайпл. Кортеж. То есть, она распознала кортеж. Хорошо. Вот я специально привел пример. С присвоит значение 5. Круглые скобки нам в Python говорят, что это кортеж. Но после пятерки мы запятую не поставили. Вводим тип данных. Пусть Python нам покажет. И он показывает int. Видите разницу? Почему int? То есть, он говорит, что это не кортеж. Это тип данных число. А потом мы ставим после пятерки запятую. То есть, Python один элемент, да, пусть даже один распознает. И он говорит, да, 5 это кортеж. Поняли? То есть, по сути дела, от Django такие ошибки не прощает. Не поставили запятую? Все. Django очень точен. И надеюсь, вот этот вопрос раз навсегда отпадет. Что в кортеже, даже после единства элемента, должна быть запятая. Но я вам говорю, возьмите хорошую привычку. Не важно у вас функция и список. После последнего элемента ставьте сюда запятую. В том же списке это не обязательно, но ошибку не вызовет, а привычка хорошая. Договорились, да? Дальше поехали. Дальше поехали. Смотрите. Дальше вот смотрим. Я четко понимаю, что Михаил очень четко понимает, что он делает. Почему? То есть, для него вот эти поля понятны. Бас появилось у него новое поле. Буллинфилд. Да? То есть, булево значение. Истина ложь. Бланк равно истина. Булево поле может быть неактивно. Да? То есть, бланк равно истина. Да? То есть, может быть неактивно, то же самое бланк. То есть, может не заполняться. Но, тем не менее, он себя помечает. Далее. Вот тут очень грамотно написано, да? Итератор из картежа значения, он свои значения сохраняется в базе данных, и им будет пользователь выбирать поле штат. То есть, понимаете, он поясняет код, и вот я понимаю легко, я и так прочитал, понимаю, но я вижу просто, как он мыслит, да? То есть, он мыслит в очень верном направлении, что любой человек, который смотрит его код, даже новичок, он со многим познакомится. Далее поехали. Класс. Чилдрен. То есть, дети, да? Это уже опять подобрал очень правильно. Далее таблица студент, да? Дальше. Ах, integer field, то есть число. Модель с integer field, бланк, true, 0, true, числовой бланк, 0 и обязательно. Теперь, ребята, бланк и 0. Зачастую, и я так делал, зачастую, когда, допустим, вот у нас есть модель Charles Field, это текстовое поле, и, допустим, здесь вставить, зачастую, и в интернете куча примеров, и меня они путали, да? Сейчас я объясню. Это раз и навсегда сейчас запомните. Смотрите. Да? В интернете можно найти много примеров, где берется текстовое поле и пишется бланк, то есть поле может быть пустым, и пишут люди 0, true, да? Ну, подумайте, подумайте, у буквенных выражений может быть в базе данных таблица 0, да? Да не может быть, да? Ребят, запоминаем, когда добавляется 0 истина там, да? Когда? Да, картинки числа, вот держите в голове, то есть, по сути дела, если у нас поле Integer Field, то есть Integer это число, значит, обязательно, если мы указываем бланк, истина, да, может быть пустым, но где-то оно должно сохраниться, то 0 ставится. Если у вас что-то связано с картинками, там, Image, ну, Image Field, то есть поле картинки или числа, всегда добавляем поле 0, вот и все. Что касается текста, 0 никогда не нужно, это для себя возьмите на вооружение. 0 поставите, ошибки не вызовет, да, но просто-напросто оно там не нужно. Дальше мы видим, это класс, да, Room Class, класс, класс, дальше, вот он, я поясняю, сортировка в обратном порядке по полю Number, да? То есть, да, действительно, Ordering, сортировка это мета, и знак минус говорит, что это в обратном порядке, список. И все-таки я говорю, ребята, именно так. Миш, да возьми ты в привычку, да, он здесь не надо, поставил элемент, поставь ты эту запятую, пусть он один, но привыкни ставить запятую, один, два после последнего элемента. Это очень классная привычка. Никогда не будешь потом сталкиваться с ошибками, которые где-то там высматривать, а поставил, не поставил. Так ты уже будешь знать, у тебя всегда есть запятую, и ты просто приступаешь к написанию следующего элемента. Все, это закон должен быть, это и есть привычки такие. Так, поехали дальше. Школа, да? И вот тут начинается самое интересное, именно с этим и разбирался Михаил. Я вижу, у него категория, то есть, Форинг Кей, многие к одному, то есть, грубо говоря, это когда выбирается из списка, да. Далее, Форинг Кей, и обратите внимание, ребят, Миша, обратите внимание, с версии 1.11, уже обязательный параметр Форинг Кей, это параметр OnDelete. Вот так он записывается, и дальше пишем, модельс, допустим, каскады. То есть, Форинг Кей дальше требует обязательно параметра. Зачастую новички с этим сталкиваются, не могут понять, что это за параметр вообще. Это параметр, что Джангас спрашивает. Вот у нас есть Форинг Кей, то есть, мы из списка выбрали там категорию класс, и представьте, мы удаляем запись. А что, вот мы удалили саму запись, категорию, а что Джангас делать с записями, которые создали мы ранее, классы там и так далее. Так вот, поэтому, когда мы указываем параметр OnDelete каскады, то Джанга распознает, то есть, каскадное удаление. Допустим, как только мы это указали, мы удалили категорию, и все записи, которые были в этой категории, тоже удалятся. Просто там есть три варианта, но теперь вам смысл понятен, вы уже выберете свой, да? Но это надо не забывать. Но при этом, опять, вот, Михаил, вот насчет вот этих слов, которых вы писали, да? Правильно, мелочей очень много, потому что при создании там типов контента он Делит не поддерживается. То есть, вот этих мелочей их много, поэтому я понимаю про курс. Дальше мы видим, Миша уже идет вот то, что мы говорили, money to money, то есть, отношение многие ко многим. Допустим, ученики могут посещать абсолютно разные классы, да? Money to money, room, да? То есть, ученик сейчас изучает алгебру, потом через час русский язык, то есть, разные классы, многие ко многим, да? Дальше. Bullenfield и так далее, и так далее. Но мы говорим сейчас именно о money to money, да? То есть, у него, вот эти, вот у него money to money всего там, то три строчки, три таблицы. Но ради этих трех таблиц человек выстроил, Михаил Беляковский, целую структуру, целую школу. И вот поэтому он разобрался. Вот это и есть изюминка урока. Вот это и есть выполнение домашнего задания. Я же не писал домашнем задании, сделайте школу, да? Я написал, как разобраться и что сделать. В данном случае Михаил подошел очень серьезно. И вот поэтому я говорю вам, ребята, ответ на вопрос. Почему через три месяца человек довольно такие классные, интересные модели пишет? А потому что он делает домашние задания, потому что он подходит творчески, потому что он не оставляет. А ведь я постоянно подсказываю. Раньше не так подсказывал, а на сегодняшний день я подсказываю. Очень много. Я посмотрел, допустим, по Михаилу, да? По Михаилу. И у него вот тут идут домашние задания, домашние задания. При этом ребята, я смотрю, вот кто друг другу помогает, те вот он пишет. С помощью Сергея разобрался, что к чему. Там, ну давайте глянем, чего они там разбирались. Ага, вот пишет. Да, долго очень тупил. В итоге экшен в форме должна обращаться там к тому-то, к тому-то. То есть, обратите внимание, опять вот этот подход. Не оставляет человек, но обращается там, ну и черт с ним, как грубо говоря. Нет. Он есть момент, не понимает. Пока не вник, вот, но в любом случае этот вопрос был разобран. Вы понимаете, о чем я говорю? Что он там, давайте посмотрим. А, это тот сайт, когда он к тумане подошел. Так. Дальше, рум. Ну и дальше пошло у него уже тут представление. Я говорю, что я просто загрузил в один файл и этот темплей, да. Ребят, зачем я много рассказывал? Может быть, очень много слов сказал. Но мне очень важно, когда ребята понимают. На самом деле, в школе достаточно материала, но ваш подход именно должен быть вот примерно такой. Тогда будет все получаться. Я, допустим, очень рад, что человек такие уже может в голове, не в голове, и в голове, и собрать целую такую конструкцию ради понимания вот это money to money. Вот так он разберется. И то он пишет, что нюансов много. Согласен. Потому что я написал, что что вот я как раз писал, да. И говорю, да, спасибо. Спасибо, Михаил, что у вас получается. Это классно. Я смотрю, тоже вот, допустим, Дмитрий Нак очень активно работает. Ну, то есть делает и делает и делает. Молодцы. Подведем итог. Мы говорили, ребята, о школе Python Jungle. Но я сейчас все-таки хочу еще проговорить для новичков, как поступать. Правильно. Первое. Ну, зашли. Во-первых, прочитайте вот эти вот статьи, да. Там я собрал статьи вам специально, чтобы почитали, что другие ребята, кто-то в банк устроился. То есть все это работает. Второй момент. Вот смотрите, ребята. У вас при покупке входит и сайт Pro365.net. Ну, в 2013 году сделан Python 3, но пока есть Python 3 и уроки будут актуальны, потому что для новичков оно все одно и то же. То есть, там нового для новичка что-то не будет. Но я хочу на что обратить внимание. Вот вы начали изучать язык. Вы полный ноль. Здесь написаны уроки, и я писал очень простым языком, без каких-то там технических терминов, но понимают дети 6 лет, да, учатся, я знаю. И вот вы делаете и сейчас дальше. Это вы первое делаете, потом переходите платный доступ, да, и пошли делать уроки. Уроки делаете, 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 при этом дошли до функций. Вот пришли к функциям. Вот с этого момента джанга, будем говорить еще рановато, здесь есть специальная пометка, с этого момента вот можно изучить джанга, почему? Потому что надо хоть минимум класса знать, потому что та же модель это и есть классы, да, то есть, по крайней мере, самый минимум знать. Но как только вы подошли к функциям, вот здесь в кабинете джанга вы видите такой раздел. Практика Python НОВП. Ребят, смотрите, везде вы работаете по видеоурокам, но вы должны обязательно подключить и работу самостоятельную. А здесь пошли вот почитать, смотреть, здесь все расписано, да, и вот написано проделать уроки, да, проделать уроки. Ссылка на раздел группе, то есть, я давал человеку здесь задание, и давал не то, что от балды, потому что в большинстве своем в интернете там примеры, давайте порешаем задачки, это все пустое, да, оно нигде не откладывается. Моя задача была обратить внимание на основное, например, что такое функция, что такое аргументы, как одни функции используют другие, то есть, то, что используется в коде реально. И я задавал домашние задания, человек вынужден был сам писать программу, и это дало возможность ему понять, кстати, это был красосадчик, который потом начал писать на втором языке, а сейчас я говорю про Мишу Беляковского, да, и здесь много страниц, да, аж 9, и если вы поменьше будете посматривать, а будете просто смотреть, читать, и все это делать, при этом обязательно отыскивая в интернете, не забывайте, потому что ребята говорят, я не помню, что Асачи написал, говорят, я не мог понять, но есть видеоуроки, я смотрю, а почему я должен еще что-то там сам искать, и потом он допетрил, а вот потому-то он и пишет на двух языках, потому что для новичка что надо формировать, смотрите, приходит новичок, как вопрос задать не знает, что из чего истекает не знает, но как это нарабатывается, в видеоуроке это не наработаешь, именно по основным вещам, а когда человек начинает искать про функцию, он сам нашел, это его опыт, он искал функцию, он это понимает, он начинает читать, у него формируется в голове такая вещь, как правильно задавать вопросы, как правильно вычленить проблему, понимаете, это очень важный процесс, и сегодня он используется в школе, поэтому и вы занимаетесь еще и самостоятельно, вот так, вы спокойно подойдете из джанга и будете писать, и абсолютно на любой библиотеке, кстати, вот здесь вот крутящиеся значки, по ним и ориентируетесь, да, тут на разные сайты, и там и Киви, и Котлин тут есть, и все проще, кстати, кстати, ребята, не забывайте, начала работа школа блокчейн, да, блокчейн spb-tut.ru первые уроки, сразу заходите, курсы быстрый старт, и посмотрите, здесь первые уроки, мы уже вплоть напишем код, сначала разберем, что такое блокчейн, потом изучим первые, первичные издания, это библиотеку Hashlib, потом как ее вылетело из головы, в общем, шифрование, а потом простоем простые блоки, и дальше уже будем переходить к смарт-контрактам, я просто говорю ребятам школы постоянно изучайте Python, изучайте, изучайте, Джанго, изучайте, но включите в свой рацион блокчейн, потихонечку, помаленечку, 20 в ближайшие лет будете с работой, и специалисты очень дорогие, ну ладно, не будем отвлекаться, потому что я отвлекся, еще, теперь подводим итог, итак, итог у нас будет следующий, как получается, что одни ребята, при этом, я не говорю, никто ни плохой, ни хороший, ребят, нет, у меня тоже были многие ошибки, и они, и сейчас, я думаю, ошибки есть, я не идеальный, но просто я наблюдаю, почему одни ребята, вот, проходит год, да, бывает, и говорит, ну вот, по примеру, писать могу, сам писать не могу, это, ребята, единственная ошибка, вы просто не дорабатываете каждую мелочь, вот смотрите, как только вы начинаете, ну, посмотрели урок, кинули, ладно, это я потом разберу, следующий пошли смотреть, и следующий, и в конце концов, у вас образуется цепь, цепь, недоделанного, а это приводит к недопониманию, и ведь, вы можете хоть сутками сидеть, но, по восемь, по девять часов смотреть, но, если у вас выстроена неправильная система обучения, то есть, постоянная цепь недопонимания, вы все равно будете через год к одному и тому же результату приходить, то есть, будет это недопонимание, потому что, ваш стиль поведения при обучении именно сформирован неверно, ребят, а я ж, не одну сотню у меня учеников, да, не одна сотня, а началось это именно когда мы начали работать в Скотлин, в Скотлин, да, там применена абсолютно новая методика обучения, но именно вот есть такой ученик, Сергей Асачи, и он начал, вот ему даешь задание, он делает кропотливо, понимает, не понимает, может где-то злиться, где-то расстраивается, но в конце концов, бас победа, бас победа, и вот этот стиль, он пошел в школе, и вот я смотрю, ребята, Дмитрина, Миша Беляковский, кто там, ну, которых я вижу, у ребят сейчас постоянно, да, где-то, Сергея Питерских, Сергея Асачий, то есть, кого я вижу, кто вот так, ну, занимается, вот именно таким вот серьезным образом делает домашнее задание, да, ребят больше, ну, просто, кто-то стесняется, может писать, так вот, я, я, допустим, когда человек пишет, да, где-то домашнее задание, я всегда ему подсказываю, там, то-то, то-то подтяни, но смотрите, но смотрите, когда вы выполняете домашнее задание, то есть, вы, получается, не просто проделали урок, а вот делайте, как делает Михаил, создавайте какую-то собственную конструкцию, если вы что-то не понимаете, то обязательно разберитесь, но у вас должен появиться комментарий, что вы четко понимаете, что это означает, все, и когда вы берете такой стиль, ребят, важный момент, вам просто будет казаться, что вы медленно двигаетесь, да, вам будет казаться, посмотрите на график еще раз, но на самом деле, вы двигаетесь с огромной скоростью, если взять, допустим, Михаила Беляковского, взять всего период 90 дней, и он сегодня на Джанго такие вещи пишет, то понятно, что если он будет продолжать, то через год-полтора-два он будет писать вещи вообще, ребят, да уже, я, наверное, не буду понимать, да, я говорю так, к примеру, вы уловили вот этот момент, это очень важный момент, ребят, кому-то покажется это видео пустым, но выключите вы, а вот все-таки, нарисуем, нарисуем, вот у нас график, вот смотрите, вот человек постоянно бежит, но недопонимание, он всегда будет на одном уровне, даже если он прошел 100 уроков, и он постоянно с собой оставляет, но уровень не поднимается, во втором случае, вроде человек, смотрите, двигается, как, наверное, ему кажется, тому же Михаилу, медленно, здесь прошел год, да, я часто видел ребят, которые брали этот стиль, и говорят, ну, все, по примеру могу писать, сам написать ничего не могу, то есть, по сути дела, человеку все равно придется возвращаться назад, а Миша Беляковский, он сразу вот так пошел, так, то есть, период времени маленький, вроде бы, но уровень вот уже, потому что, в большинстве случаев, такой код, вот, писать через 3 месяца, это не так просто, учитывая, что человек с нуля, ребята, это не так просто, а, я ж, я ж не зря обращал внимание, на то, как он делает, и смотрите, виден, да, что он, он понимает, сначала он комментирует это, да, там, допустим, вербоза нейм, что такое, вербоза нейм, плюраль, и так далее, потом мы видим те же поля, да, но они уже не закомментированы, то есть, он четко, я то понимаю, что он это уже понимает, он начинает комментировать, только то, что, на данный момент, он вот разобрался, пометил, ну, на потом, я то вижу, но сам процесс, если вы помотаете код, посмотрите, то, по сути дела, каждая строчка кода, когда читаешь, видно, что человеку понятно, вот это берите, ребят, и все, и тогда, получается, вы будете действительно писать, второй момент, я о нем сейчас меньше говорю, да, но был у меня период, когда, потому что, Kotlin, когда запустили Kotlin, ну, уже перегрузил я видео знаниями, этими всеми, я все эти сайты дам, если здесь посмотреть курсы Kotlin, да, то они немножко, ну, непривычные, то есть, по сути дела, немножко не так, вам будет казаться, на самом деле, все так, почему, потому что, допустим, идет только переменная, потом, бац, функция, а вот этот метод и применен, то есть, когда мы начинаем изучать, ребята, все в пределах функций, да, я не зря вам говорил, что здесь вот мы тренировали функции, потому что, в принципе, функция это рабочая лошадка, но когда вы изучаете, допустим, там строку, пишите просто строку, это одно дело, а когда вы пишите функцию со строкой, то вы нарабатываете и функцию, и у вас понимание другое нарабатывается, поняли, почему надо сразу вот это все подтягивать, потому что я говорю, что примеры с интернет, как там есть, там решите задачки, они вам, по сути дела, это как лысому припарка, да, а вот есть вещи в языках, которые просто нужны, допустим, это очень детальное изучение функций, что в скобках функции, то есть, это называются аргументы, да, понимаете ли вы, давайте промотаем там, да, функции, да, понимаете ли вы, что это аргументы, что они делают, вот эти вещи, они должны отлетать, и я их тренирую сразу, да, а как функция использует другую функцию, а, и вот смотрите, вот еще одна хитрость, вот он очень правильно сделал, вот я шучил, вот подхватил тогда, да, я говорю, ребята, а почему вы не используете конструкцию true except, да, то есть, по сути дела, когда мы, если код правильный, то делаем вот так, если у нас ошибка, то делаем вот так, это очень классная конструкция, по сути дела, на самом деле, со временем, вы можете писать свои исключения, и вообще понимать код, но в чем он проявил хитрость, я говорю, да, где-то сложно вообще в полном стиле джанго писать на первом этапе, ребят, так что проще, возьмите стиль Python, вот тупо он сделал, контекст дикс, дик, да, присвоил пустой словарь, то есть, здесь идет стиль Python, где он понимает, что это словарь, и он его использует, то есть, обычное добавление, да, как, откройте первичные знания по словарям, все, и я понимаю, что он это понимает, дальше у него все это правильно, выборки идут, и так далее, и так далее, еще, Миш, не используйте конструкцию render to response, вот это вы правильно используете, почему, потому что джанго меняет одни, вторые, третьи версии, render to response, да, вроде она удобна, но не всегда, а вот render request работает во всех версиях джанго, вот вы поставите в 1.1, в 2, и она будет работать, это уникальная конструкция, поэтому лучше всегда все правильно делайте, так, ну, в принципе, то, что я хотел рассказать, я рассказал, ребят, я, наверное, рассказал, ну, во-первых, сейчас вечер, во-вторых, я пришел с грибов, вам честно признаю, что я доволен, два ведра чуть донес, ух, вернее, два больших пакета, и рюкзак, в общем, я доволен, и когда я посмотрел вот этот код, мне так захотелось, вам просто прокричать, вот от души, вот занимайтесь так, вот он результат, вот почему работают, у одних быстрее, у других медленно, при этом, ребят, заметьте, я не говорю, что, ага, вот тот, кто смотрит видео, тот плохой, ребят, плохой хороший, опускайте, плохой хороший, опускайте, я говорю, что, есть верный подход, есть не совсем верный, вот об этом я хотел, и говорил вам в этом видео, да, при одном подходе, который мы говорили, что вы просто бегите, оставляя на потом, вы просто не получите тех знаний, которые есть, и последний момент, ведь заметьте, я не зря еще раз повторяю, это третий раз, что если вы проследите, а я добавлю код на страницу, где видео, да, на сайте, тоже будет ссылка, то вы заметите, он комментирует, то, что не понимает, потом уже то, что было прокомментировано, опускает, и дальше идет, но, ведь запомните, он раз-два это подсмотрит, а потом это отпечатывается в памяти, и он к этому возвращаться не будет, он пойдет дальше, кто-то через год, money to money, да, многие ко многим, это сложная конструкция, действительно, не может подобраться, тут я вижу, что он разобрался, и большая проблема, как правило у новичков, вообще вывести там все это, но он разбирается один раз, и теперь, теперь ему легко будет нарабатывать дальнейший опыт, потому что ведь это опять же только начало, это не значит, да, для новичка, совсем новичка, вот его код будет казаться уже шедевром, и я согласен, но для Михаила, знаете, как в программировании происходит, ребят, а мы всегда, мы всегда опускаемся вниз, и опять пошли, и потом опять, почему, потому что для Михаила, это уже пройдено, так, неинтересно, и если он, посмотрим его сообщение, да, вот он пишет, он пишет, что у него появилась куча вопросов, то есть он опять, вот это ему понятно, а ведь возможности Джанга намного круче, но у него уже образовался другой порог, и когда есть этот первичные знания, которые вот он сейчас приобрел, ему легко наращивать, понимаете, при том подходе, вот который в данном случае использовал Михаил Беляковский, я хотел рассказать, не теряется нить понимания, постоянно есть ступенька, на которой можно твердо стать, а подумайте, за три месяца с Пайтона разобрался, с Джанга там с настройками разобрался, первичные, и пошел, и пошел, и пошел, я где-то ему и писал, пошли вы круто, конечно, в общем, ребят, я надеюсь, что я донес, хотя кому-то может показаться, что я наговорил где-то много воды, это не так, это не так, если вы меня услышали, то вы просто оследите и измените свой стиль поведения, именно в обучении, и неважно, вы в школе учитесь или где-то, просто я говорю, что есть результативный метод, и есть нерезультативный, я же обучением занимаюсь с 2009 года вообще, поэтому я эти вещи очень четко, тонко вижу, ну, а тех, кто начал с этого видео, ссылки я добавлю, ребят, значит, со школы spb-tut.ru вот здесь именно надо изучать, начать в Python, но проще, чем здесь не бывает, по крайней мере, в этой школе пишут все, может быть, ну, переделываю я, сайт, да, некрасивый, говорят, ну, не могу я добраться, сейчас вот, сначала, был Kotlin, не мог добраться, сейчас уже блокчейн, ну, сейчас надо как-то, вот, в данном случае, мне надо проработать с блокчейн, ну, потом уже доберутся до дизайна этого сайта, потому что уроков здесь очень много, и дальше я планирую добавлять джангану уже более сложные вещи, да, более сложные, более детальные, потому что вижу, что школа очень быстро растет, ребят, спасибо, кто дослушал до конца, надеюсь, вы сосредоточьтесь, и будете писать классный, крутой, красивый код, все у вас получится, ну, а Михаилу Беляковскому за добросовестное выполнение домашних заданий, вот этих вот, я говорю, Миша, спасибо, что у вас получается, спасибо большое, за пример.